здравствуйте вы смотрите geek movies 5 серия локи позади а значит остался лишь финал события которого с одной стороны максимально предсказуемы а с другой все равно очень интересны как минимум из-за прорвы отсылок на канга завоевателя альтернативные вселенные и даже чертов александрийский маяк из-за выхода трейлера что если мы думали не выпускать этот ролик однако в голосовании на стене сообщества вы все же выбрали локи и прямо сейчас мы добьем дополнительные пасхалки эпизода поговорим о финале и даже втором сезоне но не переживайте разбор трейлера что если тоже в работе как и ролик о черной вдове и прямо сейчас в комментариях мы призываем вас проголосовать что из этого добра запустить первым ну а наш ролик о пятой серии мы начнем с того что марвел в пятом эпизоде набросила на вентилятор еще больше канга завоевателя начнем хотя бы с песика алиота туманный монстр в сериале живет на границе времени и пожирает всю заброшенную туда тв а материю причем сериал делает акцент на том что интересует алиота в основном живые создания а корабли и шлемы стариков локи ему не нужны и так было и в комиксах только там алиот был гораздо умнее и эпичней ибо там он являлся первым в истории живым существом которая вырвалась из временных оков у туманного песика в комиксах целая империя которую он построил как раз на темпоральной энергии от пожирания путешественников во времени и обычных людей а что самое интересное главный сюжет алиота связан с кангом завоевателем правда в нем он является не сторожевым псом завоевателя а его врагом но такие мелочи марвел допускает постоянно и тут же шан-чи с мандарином отличный пример шанг-чи станет первым кинокомиксом об азиатском супергерое мандарин мерзость вонг и десять колец лучшая реклама фильма а что вам приходит первое на ум при упоминании азии спорим что одна из ассоциаций будет точно связана с магазином алиэкспресс где проходит мега крутая акция с 12 по 15 июля на али состоится мега распродажа со скидками до 60 процентов а еще сервис летишопс в этот период позволит вернуть вам тройной горящий кэшбэк увеличены аж до 15 процентов например если бы вы с обычным кэшбэком вернули 200 рублей с тройным кэшбэком вам вернуться все 600 это отличная акция для тех кто хочет купить себе что-то новое а тратить много не желает лично мы уже присмотрели парочку крутых кружек с логотипом марвел чтоб никогда не расставаться с любимыми персонажами а в разделе футболок вы легко найдете тысячи вариантов с принтами знаменитых супергероев ссылочку на регистрацию в летишопс и на магазин али мы оставили в описании обязательно переходите по ней участвуйте в летней распродаже алиэкспресс и получите свой горящий тройной кэшбэк алиот в комиксах враждует с кангом ведь тот тоже построил свою империю вне пространства и времени правда во первых империя канга меньше а во вторых живущий миллиарды лет а лед гораздо сильнее как-то раз он даже напал на город канга скушав его весомую часть и лишь невероятными усилиями завоеватель смог отбиться эта история как вы понимаете сериалом имеет мало что общего от алиота из комиксов марвел взяла разве что внешний вид и концепт пожирания материи а сам он по словам локи является сторожевым псом таинственного хозяина тв и таймлайна в целом алиот в киновселенной это обычный зверь а не разумная личность но тем не менее закрывать глаза на его связь с кангом из комиксов нельзя ведь он не единственная отсылка на завоевателя даже в пятой серии помните как в разборе мы рассказывали о башне тони старка с логотипом корпорации кенг в одном из кадров так вот в одном из комиксов тони продал башню корпорации главой который был таинственный мистер грифон и кем бы вы думали он оказался конечно же одной из версий канга завоевателя ибо где-то в далеком будущем из-за ошибки в таймлайне канга расколола на кучу версий одна из них оказалась двадцать первом веке и не смогла вернуться назад из-за таинственного временного фаервола этот канг взял псевдоним мистер грифон и решил основать свою династию чтобы хотя бы так его потомки дожили до будущего грифон основал корпорацию кенг с помощью злодеев земли сколотил империю да и выкупил башню мстителей правда позже он все же был раскрыт и побежден командой и если одного алиота еще можно было списать на совпадение то в купе с кенг уже ясно что это прямой намек marvel на канга а ведь никуда не делась равонна рэнслейер которая в комиксах была подружкой завоевателя и она же прямо сейчас в сериале пытается найти основателя тв а причем если вспомнить интервью гуру мбата роу которая играет равонну все станет еще интересней перед выходом сериала гуру говорила что первый сезон можно считать оригином ее персонажа а что будет дальше секрет и как тут не отметить что в комиксах после ориджина равонна и влюбилась в канга что очень похоже на сюжет сериала где рэнслейер ищет настоящего владельца тва чтобы спасти его от версий локи а ведь никуда не делся хронополис столица империи канга на него очень похож сам офис тва о чем мы говорили с первых серий но и замок который видят локи и севилья в концовке эпизода тоже похож на цитадель канга ибо в его городе по центру также стоял замок откуда завоеватель правил своей империей наши западные коллеги и работяги с рэддит в один голос нарекли замок из концовки замком канга понять их можно ведь из отсылок на завоевателя весь сериал о локи состоит на 99 процентов но все же не стоит забывать о капле здорового скептицизма и о том что самый очевидный вариант в случае марвел не всегда оказывается верным тем более что есть у замка из 5 серии еще один кандидат на звание владельца ведь в комиксах помимо хронополиса на границе времени имелась крепость и ею владел не канг речь о цитадели в конце времени который управлял парень по имени тот кто остался прозвище довольно странное но если учесть что речь об одном из последних выживших мультивселенной все довольно логично мы рассказывали о парне в одном из прошлых видео и если вкратце в далеком будущем всем миром приходит конец и тот кто остался вместе с хранителями времени пытается стабилизировать таймлайн и для этого барабанная дробь он создает тва скрываясь в своей цитадели в конце времени даже этого описания достаточно чтобы понять что этот персонаж подходит на роль главного в тв гораздо больше канга а что еще важно это тот самый малоизвестный парень из комиксов пустить которого в расход для сериала кевину файги ничего не мешает ведь в отличие от канга не в человеке муравье не где бы то еще тот кто остался не подтвержден к появлению но пожалуй самая важная деталь в комиксах внешность парня обманчиво и в сериале и может быть кто угодно смекайте о чем мы о том что тем кто остался спокойно могут сделать одну из версий локи и это будет в тысячу раз логичнее даже теории с кангом ведь во первых львиная доля сериала и истории локи в целом посвящены тому что он всегда умудряется выжить во вторых по ходу серии нам плавно показывают что силы и магия локи гораздо сильнее чем он думает в третьих пятая серия уделила внимание старику локи с его невероятной мощью кто как не локи останется в живых одним из последних в мультивселенной не правда ли и на кандидатуру главы тва из далекого будущего он подходит лучше всего да и косвенных доказательств более чем предостаточно из того что мы видели на протяжении пяти серий становится очевидно что различным версиям локи тва уделяет безумное количество внимания что логично если во главе организации стоит локи понимающий что единственный кто может раскусить его план это он сам поэтому варианты локи и прессуют удаляя из таймлайнов при малейших отклонениях также не стоит забывать что первой мыслью нашего локи попавшего в тва была попытка захватить там власть ведь организация фактически построена по всем его заветам о великом предназначении править а что как не управление мультивселенной лучше всего подходит под описание ну а в конце концов есть вроде бы шуточная фраза нашей версии локи из 4 серии во время допроса от мобиуса он лжет заявляя что на самом деле дергает за ниточки и стоит вообще за всем подобное шутливое пророчество будет в стиле марвел так что мы ставим не на канга а как раз на еще одного локи во главе всего да и как бы не вышло в итоге есть уверенность что на этот раз концовку марвел не запорит ибо с точки зрения сценария работа проделана невероятная в одной лишь пятой серии скрыто столько отсылок что находить их будут еще годами главные мы разобрали в прошлом видео а здесь дополним список новыми находками среди них корабль красного черепа мелькающий на заднем плане раздолбанный авианосец щит в кадре со стариком локи и конечно же санктум санкторум валяющийся неподалеку от башни старка что-то подсказывает что с выходом мультсериала что если многие детали альтернативных вселенных будут находить отклик именно в пятом эпизоде локи к примеру логово доктора стрэнджа может принадлежать той злой версии волшебника что мелькало в трейлере а некоторые моменты перекликаются даже с реальным миром ибо среди разрушенных зданий красуется чертов александрийский маяк одно из семи чудес света построили в египте где-то в 279 году до нашей эры и в отличие от каких-нибудь висячих садов он отлично сохранился до средних веков лишь там маяк потрепали землетрясения а после его разобрали на кирпичики для строительства крепости локи намекает что в одной из реальностей все было не так просто маяк не единственный пример из реального мира есть и корабль который мы упоминали в разборе и танк крайслер тебе 8 с необычным дизайном его разработку внезапно и непонятно замяли и сторонники теорий заговора после пятого эпизода танцуют в экстазе все эти мелочи демонстрирует проработку сюжета намекая на хороший финал но это для нас не главное главное то как вообще будет жить мультивселенная после сериала она определенно изменится ибо тв точно разрушат а вместе с ней пойдет и тот самый священный таймлайн с неизменным развитием событий в каждой вселенной каким последствиям это приведет сложно представить но все зависит от того зачем этот самый священный таймлайн вообще создавался если злодей канг можно предположить что это максимально удобная для его рождения версия событий если затова стоит локи можно предположить что священным таймлайном ему просто управлять ведь 99 процентов его версии умирают от than со الس a следовательно кинджал в спину никто не воткнет. И последствия от нарушения священного таймлайна – самая интересная деталь Локи. Ее уже проспойлерили Доктор Стрэндж и Человек-паук со своими мультивселенными. Но все же узнать, как именно падет ТВА и плохо ли это для мира в целом будет очень интересно. И поэтому обращать внимание стоит не только на лицо злодея и эффектные драки, но и на пояснения, которые в финале определенно будут. Впрочем, вы, как и обычно, можете просто включить колокольчик, ибо наш разбор шестого эпизода выйдет, как всегда, мгновенно. До новых встреч, друзья!